Всем привет! Сегодня мы будем говорить о топовых новинках среди отнадинок GVC, а именно о автомагнитолах KDT702BT и KDT801BT. Эти головные устройства относятся к, можно сказать, уже вымирающему классу автомагнитол с CD-приводом, но также здесь есть и современные технологии, такие как USB и Bluetooth. Если с CD-дисками все плюс-минус понятно, то USB-разъем заслуживает, наверное, отдельного внимания и некоторых пояснений. Во-первых, здесь ток заряда 1,5 А. Во-вторых, в устройствах GVC предусмотрен режим Drive Charge для подключения запоминающих устройств большой емкости. А также устройства GVC 7 и 8 серии поддерживают воспроизведение флаг-файлов, записанных на USB с битрейтом 24 бита и 96 кГц. Младшие модели не поддерживают столь высокий битрейт. Также можно отметить, что 702 модель поддерживает только Android-устройства, а 801 имеет поддержку как iOS, так и Android-устройства. Из дополнительных и в то же время вездесущих источников звука можно отметить разъем AUX и FM-тюнер с памятью на 18 радиостанций, цифровой обработкой сигнала и возможностью запоминания радиостанций с самым мощным сигналом. Помимо этого, обе модели имеют радиотаймер, а также функцию памяти радиостанций при отключении питания. То есть при необходимом отключении клемм с аккумуляторной батареей память радиостанций сохранится. Собственно говоря, сохранятся также и остальные настройки головного устройства, так как в магнитолах GVC предусмотрена функция сохранения всех настроек при отключении питания. Дополнительную привлекательность этим головным устройством обеспечивает модуль Bluetooth версии 3.0, который дает возможность реализации функций hands-free и в комплекте с обоими головными устройствами идет дополнительный микрофон, а также возможность передачи беспроводного потокового аудио на головное устройство. Другими словами, по Bluetooth можно слушать музыку с мобильного телефона. Если говорить о функции громкой связи, то здесь 702 и 801 модели могут одновременно работать с двумя мобильными телефонами, предупреждать о разряде батареи каждого из них. Также они работают с записной книжкой и поддерживают голосовой набор. А для передачи голоса предусмотрен широкополосный профиль передачи речи. Другими словами, ваш голос передается в HD-качестве. Для прослушивания потокового аудио, то есть музыки с телефона по Bluetooth, также предусмотрена интересная функция под названием GVC Streaming DJ. Она позволяет подключить головному устройству до 5 мобильных телефонов и с каждого устройства по очереди стримить музыку на аудиосистему автомобиля. По функциям и настройкам для улучшения качества аудио, что с 702, что с 801 моделью, мы имеем достаточно широкий ряд настроек. И, пожалуй, самое забавное из этих функций, это функция прямого подключения сабвуфера через левый канал. Мы о ней постоянно рассказываем, и эта функция есть практически во всех головных устройствах GVC. Она подразумевает возможность подключения сабвуфера мощностью до 50 Вт к паре вот этих проводов, которым подключается задний левый динамик. Из более серьезных настроек и функций пользователю будут доступны 13-полосный эквалайзер, 11 предустановленных настроек эквалайзера, технология улучшения высоких частот К2, а также временная коррекция. Установка звуковой коррекции или звуковых задержек настраивается, можно сказать, стандартным образом. Нужно выбрать позицию слушателя, дистанцию от каждого динамика, усиление звука, либо если какие-то там настройки были произведены неправильно и вы в них запутались, все настройки можно обнулить. Например, мы выбираем дистанцию, фронт левый, все слушатели, фронт правый. Обычно фронт левый это расположение водителя. Дальше выбираем расположение левого или правого динамика до слушателя и измеряем в сантиметрах расстояние. То же самое измерение производим для правого динамика и так далее. Если эти настройки покажутся вам слишком сложными, можно перейти в более упрощенные настройки, где выбрать тип автомобиля. Это может быть какой-нибудь большой внедорожник, мини-вэн, либо компактный хэтчбэк. И также здесь можно выбрать расположение динамиков, задняя полка, либо дверь. Также можно выбрать размер акустики для фронтальных, тыловых динамиков и сабусферок. К примеру, выбираем фронт. Здесь можно уже выбирать размер динамиков, все типы размеры, записаны в память устройства. Такую настройку можно использовать для оптимизации звучания аудиосистемы. Еще есть кроссовер. Здесь можно настроить фильтр высоких частот для фронтальных динамиков, соответственно, для тыловых, для сабвуфера и отдельно есть настройки для твиттеров. Уровень сабвуфера дополнительно настраивается отдельной настройкой от плюс 10 до минус 50. Из дополнительных прелестей пользователю будет доступна функция улучшения звучания низких частот Sound Response, функция виртуального поднятия динамиков Sound Lift, а также функция компенсации дорожного шума Volume Link EQ. Из, так сказать, технических разъемов обе модели имеют практически одинаковый набор подключений. Есть возможность подключения к штатным кнопкам на руле, подключения к габаритам либо фарам для того, чтобы при включении света фар яркость подсветки головного устройства уменьшалась. Есть подключение микрофона, FM антенны, а вот набор линеек здесь разный. У 801 модели две пары линеек для системы фронт-тыл либо фронт-саб, а у 702 модели одна пара линеек, то есть здесь можно через усилитель подключить либо тыл, либо саб. Но и здесь, и здесь напряжение составляет 2,5 вольта. Итого, несмотря на разную стоимость и разное положение в иерархии модельного ряда, обе модели имеют одинаковый набор настроек и приличное качество звучания. Разница между ними будет заключаться в следующем. В первую очередь это дизайн. 702 модель имеет красно-белую подсветку и привычный вращающийся энкодер, в то время как у 801 модели энкодер заменен кнопками, подсветка основных кнопок и дисплея белая, а центральная кнопка имеет мультицветную подсветку. Второе отличие заключается в том, что 702 модель поддерживает только Android устройства, а 801 – Android и iOS. И третье отличие заключается в количестве линейных выходов. У 702 модели одна пара линеек, в то время как у 801 две пары линеек. На этом, как обычно, все. Свои возражения и пожелания пишите в комментариях, но при этом не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.